Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Александр, и с вами на связи Московский музей космонавтики. И сегодня мы с вами поговорим про первый полет человека в космос. Все вы знаете, что это было 12 апреля в 1961 году. В космос полетел наш с вами космонавт Юрий Алексеевич Гагарин на космическом корабле «Восток». И здесь перед вами находится полноразмерный макет спускаемого аппарата космического корабля. Такие космические корабли были одноместными, их всего было 6 запусков. То есть 6 космонавтов летало на космическом корабле «Восток». Это Гагарин, Титов, Николаев, Попович, Быковский. Ну и, конечно, шестым космонавтом станет первая в мире женщина-космонавт Валентина Владимировна Терешкова. Между прочим, Валентина Терешкова — это единственная женщина во всем мире, которая в космос летала одна. И она одна в космосе и внутри корабля провела целых три дня. Все остальные женщины-космонавты в мире летали в компании с экипажем. Что это значит? То есть с другими космонавтами. И сейчас мы с вами более подробно разберем первый полет человека в космос. Скафандр называется СК-1 «Система вентиляции открытого типа». И это не просто скафандр, а настоящий скафандр Юрия Алексеевича Гагарина. Если говорить честно, в этом скафандре он в космос не летал, но именно в этом скафандре он готовился к самому полету. Получается, он тренировочный. Для чего нужен был скафандр нашему космонавту? Если происходила утечка кислорода, то есть разгернизация космического корабля, герма-шлем закрывался, и кислород поступал напрямую в скафандр космонавту и спасал жизнь. Также сразу бросается в глаза это яркий оранжевый цвет скафандра. Для чего это нужно? Ведь космонавт мог приземлиться в любой точке нашей планеты, и, конечно, космонавты должны были искать на вертолете. И в таком цвете его обнаружить было намного легче. Ну и самый главный вопрос наших посетителей, для чего космонавту в рукаве нужно было зеркало? Посмотрите на конструкцию шлема. Космонавт не мог в таком шлеме обернуть голову либо посмотреть наверх, либо посмотреть назад. Поэтому он делал руку так и спокойно смотрел то, что находится сзади. Например, когда космонавт приземлялся, открывали стропы парашюта, нужно было посмотреть, насколько правильно открылись стропы. Космонавт делал руку так и смотрел то, что находится у него наверху. Вот такие скафандры использовали первые шесть космонавтов. 12 апреля 1961 год. На стартовом столе космодрома Байконур находится ракета «Носитель Восток» с космическим кораблем «Осток», где находится наш космонавт Юрий Алексеевич Гагарин. Запускаем двигатель нашей ракеты. Ракета полетела в космос, но топливо в первую ступень заканчивается, поэтому она отделяется. Дальше открывается головной обтекатель, топливо второй ступени закончилось, отделяется. Дальше третья ступень, и космический корабль уже находится на первой космической скорости по 7 километров в одну секунду. Все время полета Гагарина это 108 минут. Это время от самого старта до самой посадки. Но как же происходило возвращение нашего космонавта? Когда космический корабль «Восток» возвращался на Землю, он разделялся на две части. Это спускаемая пара, где находится наш космонавт, и приборно-агрегатный отсек. Приборно-агрегатный отсек на Землю не возвращается. Он полностью сгорает в плотных слоях атмосферы. А вот спускаемый аппарат имеет специальную тепловую защиту, поэтому он с легкостью преодолевал плотные слои атмосферы, несмотря на то, что температура на поверхности была достаточно высокой. Когда оставалось 7 километров до Земли, и спускаемого аппарата космического корабля «Восток», катапультировалось кресло вместе с нашим космонавтом. Дальше открывался парашют, после чего космонавт отделяется от кресла и приземляется отдельно на парашюте, отдельно от космического корабля. Спасибо, друзья, за ваше внимание. И теперь, внимание, вопрос. Все мы с вами знаем, какой позывной был у Юрия Алексеевича Гагарина. Это кедр. А кто из вас знает, какой позывной был у Сергея Павловича Королева? Пишите в комментарии, ставьте лайки. Спасибо за ваше внимание. Субтитры сделал DimaTorzok